Все, я готов. Ты мне поаплодировал? Конечно, такая звезда пришла к тебе в гости. Ты по жопе похлопал, блядь, я после того, как хуем приложусь. Все, блядь, я смотри, точно. Ты че нахуй делаешь, а? Я тебя выкидываю из этого. Какой неприятный Типсон. Смотрю один, где я неприятный Типсон. Неприятный Типсон. Приветствую, дорогие друзья. Юлия Аняшко, Кузьма Гридин. Совесть русского ютуба прямо сейчас записала новый ролик. Подводка, да? Сегодня мы смотрим канал Дэдпи 47. У него есть замечательная серия видосов про различных зарубежных придурков. И мы с моим... Прямо про настоящих хуесосов. Да, с моим лучшим другом. И по сместительству главным врагом Юлия Аняшко. Будем смотреть сегодня историю Wings of Redemption. Это очень популярный, некогда популярный за рубежом видеоблогер. У которого, опять же, была очень большая лояльность среди аудитории. Которого очень любили. Но который пошел по полной пизде. Впоследствии его возненавидели все. А как Redemption переводится? Да кому не похуй, блядь. Это все равно уже мертвый язык, блядь. Это последние года доживает английский. И, чувак, всем похуй. Вот как вы знаете, как по-русски будет, так и скажите нам в комментариях. Как переводится Redemption на русский, пусть они учат. Для меня это все как бы это, бла-бла-бла, птичий язык. В англоязычном сегменте Ютуба существует такое понятие, как лолкау. По сути, это корова, которая вместо молока дает поводы посмеяться широкой публике. Этим словом обычно называют личности в интернете, которые были успешны в стримах, видео на Ютуб. Но в какой-то момент их карьера пошла под атом. Почему у нас нет такого понятия? У нас есть вот понятие фрик, не фрик. А вот прям лолка у нас как-то аналога не было. Хотя у нас есть представители. Мы обсуждали на прошлом реакте про буги. Как раз таки этот термин с тобой. Почему у нас нет его. Я не помню, к чему мы пришли, честно сказать. Я уже забыл все нахуй. Ты сказал, у нас есть представители, значит термин есть. Ну, типа, если есть сифилис, но как бы нет у него, ну, название, это не значит, что сифилиса нет. У нас тоже есть, наверное. Вот я недавно, ты помнишь, был такой блогер Артем Кей? Который кис-кис-кис-кис-мяу-мяу-мяу. Я не помню уже. Ну, какой-то такой времен подросткового такого Ютуба был. Который говорил, типа, Юлик Лиск, давайте встретимся, в ресторане посидим. Он или я путаю? Я понятия не имею, что тебе говорил Артем Кей. И, не суть, не суть, суть в том, что как бы всплыл какой-то тикток недавно, где он говорит то ли к тебе, то ли к Руслану, то ли ко мне. А? Я про это и говорю, да. Обращается, типа, что, а, это ты про это говорил, да? Вот. Я недавно смотрю, у него есть подкаст, там, 4000 просмотров месяц назад выложен. С какого-то Лео канала. Чел прям вообще антиинтересен. Аудитория широкая. Я-то думал, он реально популярный блогер сейчас какой-то, поэтому он так ехидничает по отношению к тебе. Как он ехидничает, а он абсолютно искренне записал это. А. И вместо того, чтобы пытаться встать обратно... Блёоо, как он ходил на таких маленьких ножках с таким большим телом. Владос? Да. А, он не ходил, наверное. Да не, ну ходил. Жесть, блин. На ноги эти люди из-за лени и банального нежелания работать над собой продолжают... Ой, балдёж. Вот, прежде чем упрекать Савельева, вспомните, что у девочки из беременности 16 из последнего выпуска, у неё абсолютно такой же интерьер, такой же плед, а мама там, ну, вроде, хороший человек. И существование на самом дне, выживая за счёт людей, которые кидают им подачки в виде донатов. У нас тоже такие есть. Прекрасный Савельев, дон... Пиздец, он сидит, у него истерика. Он Симон и... Не, ну, у него истерика была, когда он долго не пил, и тут, наконец-таки, он выпил. А у него ещё, он принимал какие-то таблетки от депрессии, у него вообще башня переклинила. И там хейтерские донаты... Он зачем-то, бля, я не знаю, вот это люди... У Савельева стояла донат с озвучкой. Так. А ему только хуйню какую-то слали постоянно. И вот он пьяный, с этими таблетками смешивает это всё, и ему там донаты голосовую. Ты зачем бросил свою дочку? Зачем бросил свою дочку? Он пьяный, бля, в ней в минозе полном сидит такой... Сука, да ты охуя... Да ты... И всё, и начались слёзы, и эта слезатория, короче, не знаю. Блин, а у Ванамаса вообще-то по кайфу всё, посмотри, у него там шампанское, что-то кофеёк... Блин, ну лев вообще-то, чувак, конечно. В смысле лев? Чувак, ну ты вообще знаешь, что Купленов-то всё спиздил у Ванамаса? Это Ванамас так говорит? Это тебе я так говорю, это факт. В личности которых активно... Ты так, не говори, вдруг этот... Купленов ещё поиграет в мою игру, не говори гадости. Я не говорю гадости, я говорю по факту просто. Ну слушай, у него прям балдео, у него там машинки ещё какие-то, чел живёт вот реально свою лучшую жизнь, которую может себе позволить. Наверное, кайфует. Обязанностью продолжить серию видео про худших стримеров зарубежного сегмента и наконец-то закончить историю Винксов Редемшн. Самого депрессивного и поучительного примера для всего человеческого рода. Тем более, что его недавно забанили на Твиче и Ютуб, что стало крайне роковым событием для нашего братишки Джорди Джордана. Вот он ебанул, ты взял, кинул геймпад. Вы, должно быть, уже хотя бы раз видели этого человека. Когда происходит какая-то трагедия или ужасное событие, его фотографии регулярно всплывают в списках пострадавших. Или, наоборот, организаторов этих событий. Вот, например, последний случай в Афганистане, где местный СНН опубликовал его как журналиста, который... Ну, с ним случилось что-то очень плохое. А когда я увидел его по российскому телевидению, я вообще охренел. Оказалось, что кто-то вкидал фейк, что он первый американский солдат, который погиб на Украине. Это... Как это произошло? Я уже делал видео про этого персонажа пару лет назад, но оно было очень поверхностным, незаконченным. И, пересмотрев его, я понял, что оно уже неактуально. Поэтому история начнется с самого начала и дойдет до сего... Мякотка. ...самые топовые моменты, чтобы вы ничего не пропустили. Вас ждет история, полная жестких поворотов и интересных событий, ярких персонажей и страшных предательств. Дорогие друзья, это история Wings of Redemption. Они влияют на мою возможность зарабатывать деньги. Ставить статус, что я оффлайн, не помогает. Я уже... Бабабу. Нет, они присоединяются через недавних игроков. Посмотри сюда, посмотри! Послушай! Быть оффлайн не помогает. Так что перестань давать совет на то... Бабабу. ...сбираешься. Я баню всех, кто пытается мне что-то советовать. Это такое знакомое чувство. Это прям такое знакомое чувство. Да, я тут реально как бы вот... Когда... Ну, типа все ребята, которые стримят, у которых есть хотя бы типа 30 зрителей, 50, вот они, видя эту реакцию, они понимают этого человека на самом деле. Ну, просто это вслух нельзя молча баня, чтобы незаметно. Очень уверенным в себе пареньком из бедной семьи. В конце нулевых у него появилась любовь к Call of Duty на PlayStation 3, и всю свою социальную жизнь он заменял именно этой игрой. И, кстати, именно тогда появился жанр комментариев на фоне геймплея, в которых разные ютуберы говорили иногда на совершенно отвлеченные темы, при этом играя, как правило, именно в Call of Duty. Джорди увидел в этом возможность для социализации и создал свой канал Wings of Redemption. Зрителям очень понравилась искренность Винкса, который вываливал базу про жизнь, отношения с родными, обыденные трудности и прочие вещи, с которыми люди могли себя ассоциировать. Он был... Блин, я на самом деле, вот жанр летсплея, вот мне он всегда именно этим привлекал. Но это не летсплея, это другое, я видел этот контент, там он не играет и комментирует, там записанный геймплей, он его вставляет, а она поняла. Вы рассуждают на какую-то тему, но я думаю, что конкретно это чел играл и просто что-то пиздел рассказывал о жизни. Таризматичен, в меру токсичен, но за этим голосом реально ощущался приятный добряк, который хочет поделиться чем-то вашим... Не, видишь, у него типа название роликов, а не именно про геймплей идёт. Перед тем, как мы начнём, я хочу поблагодарить всех своих подписчиков за то, что вы заходите и смотрите... Мы тоже, перед тем, как начнём, ну можно сказать, мы только начали, всего 10 минут прошло. Хотим сказать спасибо нам, что вообще мы решили собраться и записать этот ролик. Да, тебе, Никита, спасибо. И тебе спасибо, Юлий. Спасибо большое, очень приятно. Мы такие молодцы. Видео. И надеюсь, что вы поставите им лайк, если захотите. Но у меня сейчас очень сложное время в жизни. И моральная поддержка, которую вы даёте мне, ребят, она просто фантастическая. Я всегда говорил, что любовь перевешивает. Ой, эти зелёные времена видеоблогинга, когда ты только начинаешь. Братан. У некоторых, конечно, были вопросы к его стилю игры. Винкс любил засесть в каком-нибудь углу и делать то, что в играх называют камперством. И одновременно он не раз высказывал своё презрение к людям, которые делают крутые киллы, но с копом 360. А как, по его мнению, это очень нереалистично и не имеет ничего общего с тем, как воюют реальные солдаты. И его канал начал расти, как на дрожжах, и одновременно с этим неуверенность переросла в огромное ЧСВ. Первый его конфликт с Диджеем Ким Старом показал реальное лицо Джорди, когда он, посчитав, что стрим закончился, начал угрожать сливам личных данных. Мы уже не записываем? Ага. Окей, пока ты тут, Диджей Ким Стар, я хочу кое-что с тобой проверить. Твой почтовый индекс? Это верно, это верно. Ты живёшь на улице? Нет, это неправильно. Неправильно, я никому не выдаю своё место жительства. Не, я не выдаю. Имя твоей девушки, Алиса... Да, это верно. Её номер телефона... Окей, могу спросить, зачем ты пытаешься знать мою личную информацию? Я просто пытаюсь понять, что из этого верно. Потому что дал часть этой информации Фистикавсу. Ты дал мою личную информацию Фистикавсу? Ага. Всё такое пояснение, кто такой Фистикавс. То есть мне нужно найти парк, в котором припаркован твой трейлер и рассказать об этом всем? Смешно. Эй, я не живу в трейлер-парке, мужик. В чём была мотивация этого поступка? Он повёлся даже на эту фигню. Про трейлер-парк обиделся. Ну это, в общем, я немного покопал и пытался найти что угодно на случай, если бы он убил мой канал. Я просто даю знать, что у меня есть эта информация, на всякий случай. Несмотря на всё это, Wings of Redemption продолжал расти на ютубе, зарабатывать большие деньги и заводить связи. Он находил маленьких ютуберов в своём жанре, делал с ними коллаборации и помогал в развитии. И именно так он познакомился с Woody GamerTech. Маленьким ютубером по Call of Duty, который уже был молодым отцом и в своём роде стал отцовской фигурой, которой у Винкса никогда не было. Каким-то образом в эту тусовку вписался тогда один из самых успешных ютуберов FPS Rush, или просто... А ты знал про этого FPS Rush вообще? Тему? Это был очень популярный чел на ютубе, который обозревал оружие. И у него было оружие, ну прям вообще какой-то ебану, типа гаубицы он обозревал, танки. Ну понятно, что все виды автоматического оружия. И короче, он присел потом, года на два, за контрабанду наркотиков. Ну короче, там вообще какая-то такая мутная тема. С этим FPS Rush было. Офигеть. Кайл, который любил поиграть в Call of Duty. В какой-то момент все трое решили создать подкаст PKA, или Painkiller All Ready. В каждом выпуске они обсуждали разные события, локальные мемы и просто жизненные темы. У Винкса... Ну я к тому, что вот этот Кайл, FPS Rush, это реально очень популярный ютубер был. То есть там, он то ли был в топ-десятку когда-то самых популярных ютуберов ходил. Вот именно ещё Epic Mill Time был, Рэй Вильям Джонсон и прочее. И которые поддерживали его. Это, можно сказать, золотое время его ютуберской карьеры. Но потом случилось непоправимое. В то время большую известность начал получать ютубер под ником ProSindicate, который являлся лучшим игроком на планете в зомби-режиме Call of Duty. Его пригласили на подкаст в качестве гостя, и Винкс вёл себя крайне некрасиво. И этот чувак известен как лучший игрок в зомби-режим на планете. И его канал в этот момент просто отправляется в небеса из-за того, насколько он хорош. Чего Винкс совершенно не понимал, это то, что этот чувак также хорош в мультиплеере. Это то, с чего он начинал перед тем, как получил известность. В любом случае, во время шоу часами и часами, Винкс просто крайне не уважает этого парня. Перебивает его, говорит, что он не наста... Как будто картинка и видео не соответствуют друг другу. Почему? Я не пойму, где здесь Винкс, где здесь этот чел. Винкса нет, просто вот этот Вуди говорит, сейчас рассказывает историю, как он, как Винкс... Это типа подкаст, который они записали про Винкс оф Редемшн, но про это потом скажут, почему они записали про него подкаст. Это вообще геймер. Говорит, что он был бы намного лучше в зомби в своей первой же игре, он даже не играет в зомби. Но если бы играл, он был бы намного лучше, чем лучший игрок на планете. И да, это вообще было не спором, просто Том, синдикат, он просто сидел и выслушивал это, уважая Винкса, который был крайне агрессивен. То есть Винкс, по сути, дразнил его без остановки. Дразнить подразумевает какую-то социальную изощренность, которой в данном случае вообще не было. Да, у него ее не было. В любом случае, он продолжает издеваться над парней, бы в какой-то момент предлагает ему один на один на карте Бог. Один на один на карте Бог в Call of Duty 4 это одно из самых легендарных событий зарубежного интернета и сообщества Call of Duty. Все было на стороне Винкса. Он выбрал карту, выбрал оружие М16, и учитывая, что Винкс был хостом у синдиката, который проживал в Соединенном Королевстве, был намного более ощутимый пинг. Эта битва хайпилась в течение недели и транслировалась в прямом эфире на более 10 тысяч зрителей. Поначалу Винкс побеждал с хорошим счетом, используя свою тактику сидения в одном месте, но потом случилось то, что случилось. О, я надеюсь, есть видео, где он бомбит. Винкс, ты все еще в игре? Винкс, ты вообще заспавнился? Я сломал свой контроллер. Ты сломал свой контроллер? Да, продолжай смеяться. Слышно, как он бьет-то. Со всеми случается, мужик. Баба-бул. Я? Баба-бул. Баба-бул. Ты это стримишь? Но это была твоя идея. Винксу было очень неприятно признавать поражение. Он все эти годы строил в общественности изображение себя как профессионального игрока, и этот момент пошатнул его гордость. Мало того, что он проиграл, концовка стрима была самым позорным моментом его карьеры. Он не на шутку испытывал прочность дружбы со своими друзьями, говоря, что они предатели и смеются над ним. Вместо того, чтобы принять этот проигрыш и пойти дальше, Винкс в порыве злости начал разрушать все, что он так долго строил. Он помешался на идее реванша, потому что победить синдиката для него стало вопросом принципа, и такой шанс представился. Он был удивлен тем, что лучший игрок в зомби победил его в мультиплеере, он этого не ожидал. И ты спрашиваешь, почему он так возмутился из-за своего поражения? Но ты должен понимать, и возможно ты понимаешь, что это не просто игра для него, это его заработок, это чувство того, что он чего-то стоит. Быть успешным в играх — это не только деньги для него, это еще и то, кем он является. Как мужчина, он доминантный геймер. Как только стрим завершился, он стал агрессивным, он угрожает Тому, говорит, что выбьет ему зубы. Он сказал, что убьет его, то есть он реально сказал, что если бы он был близко, он бы его убил, из-за того, что он выиграл его 1-1. Проходит немного времени, и Кимстер во все это ввязывается, потому что Кимстер он всегда чуял деньги в драме. Он сказал, ребят, давайте устроим 1-1 еще раз, и поставил, я уже забыл, где-то 5000 долларов, и победитель забирает все. И Винкс пришел к синдикату и сказал, смотри, вот что мы сделаем, мы пойдем 1-1, и ты проиграешь. Слушай, я все равно же выиграю, я Винкс оф Редемшн. Но ты все равно проиграешь специально. А я оставлю себе, погоди, сколько же он хотел там себя оставить? Смотри, это лучшая часть. Винкс хотел и победить, и оставить себе большую часть денег. Это не то, как, да, это не то, как работают взятки. Какой кривь, почему этот чел такой дружелюбный? Надо было слить все, что он ему предложил. А, он походу и слил, разумеется. Ну и походу и слил. Либо он сейчас согласился с ним на этот матч, он его выиграет в нулиную, заберет весь банк. Класс. В любом случае это могло быть 3 к 2 или 4 к 1, но Винкс забирает себе большую часть денег, а Синдикат, который только что его выиграл, должен был специально проиграть. И Винкс говорил, что да, ты получишь 1000 долларов и публично опозоришься, но ты должен брать то, что можешь. На самом деле подкасты Пикея являются лучшим источником информации, который дает контекст падения Винкс оф Редемшн. Главное понимать, что это был настоящий мастодонт тогдашнего ютуба в момент 2011 года. Но сам Винкс считает, что его проигрыш Синдикату был критическим моментом, который уничтожил его карьеру. Однако, как правильно замечают его друзья, сам проигрыш был пустяком, он мог просто посмеяться и пойти дальше. Но его реакция, а затем попытка взятки, действительно уничтожили репутацию Винкс оф Редемшн навсегда. Блин, ну слушай, я вот так думаю, ну а если бы Етора проиграл бы какому-то челу катку? Етора это кто? Это лучший керри в доте. Ну, киберспортсмен. Если он не больной психически и социально, то я думаю, ничего страшного не произошло. Ну не знаю, мне кажется, это очень сильно бы пошатнуло бы авторитет Етора. Он же из этого, из Team Spirit, да? Да-да. Они миллионеры. Он уже давно самоутвердился в этой игре, ему плевать, выиграет он. Не знаю, мне кажется, что если условно у Етора выиграет, ну, вот какой вот игрок хороший, но как бы не... Ну, как травоман, к примеру. Это повод задуматься, значит, что-то ты неправильно делаешь? Не знаю, не, взрослый адекватный человек, он спокойно отреагирует на такое. Ну да. С этого момента стартует неминуемое падение Винкс оф Редемшн, как ютубер. У Етора и у любого, наверное, киберспортсмена по-любому самореализация идет через игры, но это не значит, что все они социально инвалиды, как ты хочешь сказать. Я так сказать не хочу, я уважаю Етора. Ты так сказал. Он мой герой. Етора социально инвалид, Никита сказал только что. Никита сказал, что он выебет Етора на кэрри, а не нравится. На хуках. Брейся и Етора Наласон, вот, и будем с тобой ебашиться, как на Интернешнллю, блядь, на Меду, блядь, на СФах. Почему бы вам не встретиться на моем стриме и побороться за пять тысяч рублей? За три тысячи. Прикинь, после этого ролика он пишет. Короче, ну ты же все равно проиграешь, Никитоз. Поэтому давай так, ты вот вообще поддаешься, но я тебе тысячу даю. Надо соглашаться в таком случае. Хоть Винкс огрызался на них, винил во всех смертных грехах, они все еще видели в нем хорошее. И тут у Кайла появилась идея. Учитывая, что к этому времени Винкс набрал просто какие-то космические размеры, Кайл предложил приехать к нему и пройти ускоренный курс тренировок для похудения. Принцип был прост. Кайл берет на себя все расходы, находит тренера, пишет вместе с ним систему тренировок, а Винкс живет у него дома и все видео выкладываются именно на его канале, то есть Кайл с этого вообще ничего не имеет. Но Кайл не знал, что ему придется встретиться с реальным Винкс оф Редемшн, который совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни вне дома со своей бабушкой. Приезжай в мой дом, я устрою тебе тренировочный лагерь на целый месяц. Мы заручимся поддержке фанатов, мы откроем кикстартер, чтобы достать ей все для фитнеса. Мы запишем это все, сделаем постеры, кружки для кофе. Мы получим кучу просмотров. Бля, ну это хуйня какая-то, что за неделю похудеет он за месяц и что, что это даст. Это, знаешь, это бизнес-план уровня двухтысячных. Так это все. Мы сделаем футболки, мы сделаем кружки для кофе, мы это снимем, как ты становишься худым. Это будет разъем. Будет офигенно. Приезжай в мой дом, я возьму месяц своего расписания и посвящу этот месяц тебе. Просто хотел бы, наверное, использовать как курьера для наркотиков, потому что у того желудок растянутый и много пакетиков поместится. Он говорит, глотай, глотай пакетики, смотри, только зубами их не порвет, а тебе пиздец. Ту штуку вместе, это будет круто. И в этот день я принимал душ после того, как шоу закончилось. Я мыл свою голову и ударился локтем об стенку душа. И я такой, этот душ немного узкий. И потом меня озарило. Винкс оф редемшн не влезет в мой душ. И если он будет жить со мной, придется установить новый душ. Так что на следующий день началась установка. Нового душа за 5000 баксов. Я действительно вложил кровь, пот и слезы во все это. Я придумал для него соревнования. И он похудел на 40 фунтов после этого, верно? Нифига, 20 килограмм. Да, потому что я посадил его на диету. Мы готовили всю его еду. 40 фунтов это сколько? 20 килограмм. Наверное. Было только то, что мы покупали и готовили для него. Даже я потерял 15 фунтов, потому что в моем доме не осталось вредной пищи. Все ради его блага. Жить с ним вне тренировок было одним из худших испытаний в моей жизни. Этот месяц был одним из худших месяцев в моей жизни. Потому что Винкс живет в своем собственном пузыре. Он не хочет социализироваться. И поэтому он не следует никаким социальным нормам. Сразу же я, моя соседка Китти и моя девушка были в моей кухне. И туалет можно увидеть из кухни. И мы слышим этот звук. Воды, которая льется в другую воду. И мы все оборачиваемся в недоумении. И дверь туалета открыта. А Винкс писает. И мы видим большую часть его. Но я не видел пениса. Ну, как и он, собственно. Но он все равно писал. И мы все были. Мы все были просто в шоке. Бля, я не знаю. Чувак какой-то, ну, неприятный. Неприятный. Ну, и тот неприятный. Но этот... Сидит, рассказывает. Тоже неприятный, да. Он такой, типа, в чем дело? Я же просто писаю. Я же не присел. Когда я посадил его на диеты FPS Кайлы, которая, по сути, состоит из салата и курицы на гриле, он не срал неделю. Из-за того, что он не срал так долго, я позвонил единственному человеку, который разбирается в фитнесе из моих знакомых. Джо Лолзон, боец EFC. Мужик, который буквально эксперт по фитнесу. Он профессиональный боец и атлет. Я, типа, такой, он не срал 4 дня. Он, типа, такой, что? Он не срал 4 дня. Что нам делать? Он такой, если 3-4 дня, пройдут, то это с небольшой проблемой. Я такой, мне кажется, это уже проблема. Я просто представляю всю еду, которую он взял внутрь. Это все внутри него где-то. Он переполнен. Я видел, что происходит, когда вставляешь неправильные патроны в оружие. Оно взрывается. Наконец, спустя 7-8 дней, я имею в виду, мне пришлось заменить туалет. Не потому, что с ним было что-то не так, а просто из принципа. Это как если бы девушка сказала, то, что подверглась грубовому из... Баба-бой. Нет никаких лишних повреждений. Серьезно, он поменял туалет после того, как человек туда посрал, ну, терпя неделю. Ну, я, да, что-то какая-то грязь, блядь. Долбаев какой-то. Ленина, ты просто не можешь об этом забыть. Я знал, что Винксов Редемшн насрал 7-дневным говно в этот туалет. Прямо будто ненавидит его. Как будто... Ну, слушай, тут будет расскажется, почему они его так ненавидят. То есть, это уже не то, что вот сразу после того, как это случилось, он это рассказывает, да? И они там, друзьяшками были, после подкаста перестали. Просто смотри, Тайлор молчит, Вуди рассказывал только факты. Ну, иногда подшучил. А Кайл, он прям смакует. Он прям смакует, будто, знаешь, он чувствует, что сейчас... Ну, потому что он не месяц жил с этим челом. Это вот типа его сейчас топят, и значит, можно его топить вовсю. Но он не понимает, что потом, когда это всё пройдёт, он будет выглядеть вот так, как выглядит сейчас. Как бы в этом забыть? Я не мог смотреть этому туалету в лицо. Винкс тогда действительно похудел и собрал просмотров, но стоило ему вернуться к привычному образу жизни, вес тоже вернулся. Тут очень важно заметить, в какой финансовой позиции тогда находился Винкс. Во-первых, это Америка, где просмотры стоят дороже всего, а во-вторых, в то время деньги с партнёрки Ютуб были намного ощутимее. Неприспособленный к жизни Винкс внезапно стал миллионером, но вместо того, чтобы откладывать деньги, съехать из дома родителей или делать выгодные вложения, он решил пожить как король. Друзья постоянно рассказывают, как приезжали к нему домой и каждый раз видели по нескольку новеньких дорогих мустангов. Любовь Винкса к мустангам это вообще отдельная тема. Он их покупал как айфоны, каждый год по нескольку штук, как только выходила новая модель в самой максимальной комплектации. Он уездил... Ну я не понимаю, как в таком случае можно разориться-то. Деньги кончились. Ну машина же осталась, типа взял, продал её, вот у тебя деньги. Они машины не дешевеют с годами. Да вряд ли он смог такую сложную процедуру сделать, как продать машину на руки кому-то. Казино с увеличением размеров еле в них влезал, но само владение этими машинами было для него знаком статуса. И напоминаю, что он всё ещё жил у своей матери. Винксов Редемшн это лучший пример, как в наше время абсолютно случайный человек получает успех из ничего и умудряется его потерять буквально просто так. Но в этот момент всё казалось радужным. Он сидел на стримах ПК, общался с друзьями и получал огромные деньги, считая себя самым главным в компании. Однажды на подкасте было предложено всем вместе поехать в дикую местность и снять видео о выживании в сложных условиях, как настоящие мужики. Несколько дней вдали от цивилизации, разведения костра и всё такое. Один из ведущих начал сомневаться, но Винкс буквально забулил его, говоря, что он не мужик и все они обязательно должны поехать. Винкс больше всех кричал о том, что с нетерпением ждёт поездки, выкладывал видео, как он готовит снаряжение, чтобы жёстко выживать и показать, какой он мужик. И вот наступил день экспедиции, в который Джорди кинул своих друзей. Я выехал ночью перед этим. И я подумал, «Хей, позвоню старине Винксу убедиться, что всё в порядке, потому что, ну, это, это Винкс». Позвонил, говорю, «Чувак, ты уже готов? Я вот еду. Уже в трёх часах от места. Чем ты занимаешься? Знаешь, если отправишься прямо сейчас, то будешь тут примерно к одиннадцати, можем разделить комнату в мотеле, я возьму с двумя кроватями». Он такой, «Я не приеду». Чё? Что ты имеешь в виду? Я не приеду. А когда ты собирался сказать, я говорю тебе прямо сейчас, «Какого, какого, блядь?» Я пишу Вуди, «Он, блядь, не едет». «Он, блядь, не едет». То есть, понимаешь, тут уже идёт подкаст после многих ситуаций, после того, как этот Винкс оф Редемпшн же на них тоже говно начал лить активно. Так а нахуй вы с ним общались? Он вот, прикинь, он ехал и решил проверить, не слился ли тот, потому что он уже знал, что тот чёл хуесос. Ну, зачем тогда ты с ним общаешься? Ну, порой люди общаются с людьми, которые являются хуесосами, терпят какие-то вещи в надежде на то, что, наверное, он хороший человек в глубине души. Да, продолжайте терпеть всё ещё. Ну нет, он прям с такой яростью рассказывал, будто он уже тогда его так ненавидел. Нахуй? Это только ради выгоды какой-то. Он прям супернеприятные впечатления создаёт. Мне интересно, есть ли ролик про вот этого Кайла? Справится. Я всё ещё еду и думаю, Вуди его говорит. Он хороший мотиватор, когда нужно. Да, есть целая компиляция, где говорим, что чтобы быть экстраординарной личностью, нужно делать экстраординарные дела. Будь победителем, а не лузером. Будь тем, кто делает, а не тем, кто не делает. И он просто не едет. Он просто, блядь, не едет. И теперь это типа просто я и Вуди в лесу. Теперь это как-то странно, это не круто. Я думал, что следующим утром в 9 часов я и Вуди бы заехали в магазин стака, также ещё и ресторан, и сидели бы за столом, говорят, что не будем заказывать сейчас, потому что наш друг приедет. 10-20 минут мы были бы голодны, но... А, уже ланч. Но мы подождём нашего друга, и он бы никогда, блядь, не приехал. Я думаю, что он и не собирался блядь нам сообщать, если бы я не позвонил и не спросил. Это было абсурдно, абсурдно, и я был так зол. Это было последней каплей. Когда Вуди и Кайл вернулись домой и запустили подкаст ПКА, Винкса там уже не было. Хоть аудитории и было печально, что такая знаковая фигура пропала числа ведущих, было... Они сделали картинку, рип. Ясно, что это решение окончательное. Вместо иконки Винкса теперь в углу был маленький гробик, который обозначал, что для этих людей Винкс пытался оправдаться, сделал целое видео, под которым вырубил дизлайки и комменты, где говорил, что ему было страшно. Фак Кайл у него. Надпись, видишь, Кайла он не любит. Потом Винкс разозлился и начал поливать своих уже бывших друзей в Твиттере. Сочинять абсолютно абсурдные вещи, вроде того, что ему не платили долю с подкастов или то, что они никогда и не были друзьями. Посылал хейт оставшейся аудитории в сторону Вуди и Кайла. Но потом Вуди не сдержался и выпустил видео, в котором даже он рассказал, что все они пытались поддерживать Джорди даже в самый... Не, ну вообще, по большому счету, то сами они хуесосы. Да. Ну, типа, взять, записать подкаст, как бы, ничего... Ну, могли бы хотя бы для начала выяснить между ними, что, типа, почему так сделал. Как будто вот у них прям работа и дружба, она прям у них прям очень сильно перемешана. Вот прям, ну, в край перемешана. Ну, это вообще, ну, нельзя так себя вести. Как вот, ну, типа, нам нужно снять «А, блядь, не хочу, давай не будем снимать, блядь, ну, мы же договорились, ну, я не могу, блядь, я устал». Ну, хуёво, блядь, ну, ладно, не будем снимать. Но это как-то не пересекается с тем, что, ну, типа, мы общаемся. А у них прям «Что?» Это личное оскорбление? Нет, ну, чувак, нет, это свинский поступок договориться, что вы едете втроём. Это свинский поступок. И вы едете уже, и вы звоните, как бы... Ну, он не касается, ну, подписчиков, эти такие дела не касаются подписчиков, аудитории, кого бы то ни было, кроме вот этих трёх типов. Не, ну, это да. Это странно. Да, когда использовал их как боксёрскую грушу для своих эмоциональных, токсичных... А так он, наоборот, люди умалчивают? Ну, как, не выносить ссоры из избы, ну, кого я вообще ебать никого не дал. Не, ну, слушай, справедливости ради, это у нас только так принято. Хуй сусани, короче. Ну, конечно. В том числе оскорблений семьи Вуди. Ему искренне обидно, что вся его поддержка, все добрые слова и попытки помочь ничего не значили для Винкса. Винкс только берёт, но никогда не даёт взрыв. Ты сейчас посмотрел сидел, наверное, глаза вот так растёр, чтобы они красные были. А, вы так грустно. Кстати. Я антисоциальный толстяк меня кинул, и с кого гадости про меня. Мне так грустно, кстати. Вот, посмотрите, присоединяйся ко мне на wudicraft.net. Ай, покупайте там донаты. Ти убирает этого человека из своей жизни, всё же желает ему лучшего, чтобы он шёл вверх и не оставался внизу. Вуди действительно... А, я просто включил запись, я даже не посмотрел, стоят ли там плашки или нет, но я забыл их выключить. Пытался помочь Винксу в качестве более зрелого и опытного мужчины. Терпел его выходки и оскорбления, но всё равно верил в него. Я уверен, что... А он вас просил, они дали, ну, навязали ему какую-то хуйню, а потом такие, ну, блядь, он это не ценил. И чё, этот Кайл вообще заставил его, грубо говоря, к нему переехать. И потом ещё, говорит, мне не нравилось с ним жить, так нахуй ты его потянул. Вот мы сегодня увидимся, и я принесу тебе, ну, типа, черничный пирог. Ты такой, ну, спасибо, вкусно. Я такой, что? Это всё, что ты скажешь? Я его с утра готовил 6 часов специально для тебя. Я тебя не просил? Я такой, ебать. Не, но я... Слушай, я думаю, что, опять же, тут с двух сторон как бы нет. А этот же Wings of Redemption, он и сказал, типа, да, да, надо ехать. Они-то не хотели ехать. Вот в этом-то хуйня вся. Они-то ехать не хотели. Это этот чел начал, да вы чё, вы чё, ссыкло, что ли, лол? Блядь, надо ехать обязательно. Вы чё, блядь? Вы бабы, что ли? Вы сыты? А этот чел просто, он у него трёхслойная просто. Он мета-ироник. У него всё ирония. Так, нет, слушай, на самом деле правильно, что они его захуйсосили в подкасте. Они сидели на подкасте, чувак, и этот такой, о, блядь, чё, вы, ссыкуны, блядь, в лес поехать? Там ночь провести. Они такие, да нет, иди ты нахуй, мы не ссыкуны, и поехали. Да пошёл нахуй вам вообще тогда. Всё правильно, блядь. Я такой, я не приеду. Это ты хотел сказать. Сейчас говорю. Если бы Wings не пошёл сочинять эти ужасные истории в Твиттере, Вуди и Кайл приняли бы его обратно. Но всё получилось, как получилось. Арка Пикеи закончилась, и Wings остался в полном одиночестве. Он пытался собрать новый подкаст, но всё развалилось, потому что Wings часто пропускал выпуски из-за банальной лени сесть за компьютер. Его ютуб-канал продолжал терять просмотры, даже несмотря на то, что к этому времени Джорди пытался влезть во все тренды. Вот в то время как бы в США можно было иметь ну сколько, 50 тысяч, наверное, 100 тысяч и покупать каждый месяц мустанги новые. Я думаю, что это уже закат. Хотя, может и да. Раньше партнёрка была вообще ебейшая. Плюс, блядь, чувак, он выпускал очень много роликов. Титаник Ютуба и решил перейти на Твич, что стало переломным событием. Он начал зарабатывать большие деньги с донатов, но стоит понимать, что если во время создания видео он мог вырезать все свои неудобные высказывания, то на стримах люди могли вживую наблюдать реальную личность Wings of Redemption. Во-первых, вся оставшаяся репутация хорошего игрока в Call of Duty была уничтожена, потому что в прямом эфире все могли заметить, как хреново он играет. А когда у Винкса не получается хорошо играть, он становится очень агрессивным. Самым значимым является тот раз, когда Винкс пошел против своего топ-донатера один на один в Call of Duty Black Ops 3 и, ощущая, что проигрывает, начал говорить этому пареньку вещи про его родителей, которые даже я не осмелюсь повторить в этом видео. Но, как мы знаем, если стример легко спровоцировать, то у него появляется совершенно другая аудитория. Десятки тысяч людей ради собственного развлечения поставили целью гнобить Джорди, чтобы затем записывать его агрессивные реакции и выкладывать компиляции на YouTube. Именно в 2017 году Винкс стал целью целого сообщества троллей, и которые не отпускали его ни на минуту. Одним из знаковых моментов стал тот самый стрим по Call of Duty World War 2, где стрим-снайпер подсоединялся к каждому матчу и не давал ему нормально играть. И свою реакцию они получили. Look, look, here, listen это легендарный момент, который использовался в бесконечном количестве мемных компиляций. Нет, они присоединяются через недавних игроков. Посмотри сюда, посмотри! Послушай! Быть оффлайн не помогает! Джорди встал, подошел к стене и оперся головой. После этого он ударил по ней и оставил большую вмятину. Затем Винкс сел обратно в свое кресло и произошел еще один легендарный момент. Я больше не могу это делать! Я не могу это терпеть! Все, что я хотел делать, мне было одиноко, я хотел постримить. Хорошо провести время, хорошо поиграть. Я ненавижу свою жизнь. Как девочка плачет. Но это было только начало. Такая сильная реакция повлекла за собой огромные последствия. С этого момента были созданы такие каналы, как Шон Рэнклин, которые специализировались на компиляциях со стрима. Ой, как у нас прям забавно, забавно. Слушай, ну вот, я не помню, я смотрел... Папич же почему в доту перестал играть? Он же поднялся, то так-то на доте. Так. И я не помню, кого смотрел я, чей ролик, но Чел рассказывал о том, что у Папича была примерно такая же ситуация. То есть, вокруг него собралось сообщество, которое прямо стрим снайпило его и ждало, когда он зайдет в доту, чтобы... нажать вместе с ним ранкет и попасть... Ну, ты понял, короче. И заруинить. И заруинить, да. Ну, или заруинить, или типа они видят на стримах, где там варды у них стоят, где там Папич качается, когда у него лоу хп, и типа фокусить только его. Но Папич, он непробиваемый в этом плане, он никогда в жизни не будет плакать на стриме. Да, это странно. ...поцировать Винкса еще сильнее, чтобы попадать в такие компиляции. Каждый стрим, каждый матч не мог обойтись без стрим снайперов, оскорбительных донатов и прочих вещей, которые уничтожали психику Джорди. Он буквально не мог спокойно поиграть ни в одну игру, потому что его всегда преследовали стрим снайперы. Впоследствии количество каналов с издевательскими хайлайтами стало исчисляться десятками. Винкс пытался страйкать их, но им нравилась эта реакция и на месте одного вырастало еще 10. Особенно важен канал Liquid Richard, который ведет профессиональный музыкант. Он взял разные фразы Джорди и на их основе выпустил несколько альбомов великолепной музыки, которую можно слушать даже в отрыве от всей этой большой истории. Причем самое интересное, что все эти каналы собирали сотни тысяч просмотров на каждом хайлайте, а Liquid Richard вообще брал по полляма просмотров на каждой песне. В это же время самого Джорди смотрело всего лишь 300-400 человек на Твиче. В попытке как-то приструнить своих хейтеров, Винкс отправился на их дискорд-сервер, который называет Львиной пещерой. В конечном итоге все свелось к тому, что они шутили над ним, а он сорвался и начал угрожать этим людям разными жестокими вещами. Весь этот случай стал лишь дополнительным топливом для хейтерской машины. И эта ситуация хоть и приносила много денег через донаты, она... Слушай, он пытается геймпад сломать, но не может. Очень сильно убивала моральный дух Джорди до той степени, что он начал принимать антидепрессанты. В результате его реакции притупились, но это имело серьезные последствия. Джорди потерял любой интерес к играм и как зомби запускал стримы только с целью заработать денег. А учитывая его слабую реакцию на троллинг, денег стало значительно меньше. Также Винкс полностью забил... Пиздец ситуация. Да, я... Ебать, это просто... Как выйти-то из этой хуйни? Вот его одержимость играми, она полностью была убрана лекарствами. И он даже беситься не может. А если он будет беситься, то он себе нервную систему все расшатывает. На любые диеты... Ну а что делать в его ситуации? Вот вообще в целом? Я не знаю. Какой план? Я не больной. У меня нет истерика. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Ну, если бы взрослый мужик сидит... Обычный человек попал бы в такую ситуацию. Ну вот просто давай на эту тему пофантазируем. Ну, обычный человек, ну, типа, ты имеешь в виду, у него тоже психозы начались. Ну, типа, чела довели хейтера. То есть чел сорвался в эфире, за него прицепились, начали про него клепать всякую хуйню, слать хацкерские донаты. Попытаться вырулить в сторону того, чтобы хейтеры, которые делают нарезки, хотя бы ссылку на твой твитч оставляли. Учитывая, опираясь на опыт нижнего интернета, у нас вроде так никто не делает. Никто не делает. Но это нужно быть прям титаном, чтобы он в моменте остановился и такой, ну, вы же понимаете, если вы хотите контент, то нужно, чтобы шоу продолжалось. Если не будет ссылок, не будет онлайна, я не буду делать контент, а буду вот сейчас дальше сидеть, суп есть. Вот это единственный, наверное, вариант, который помог бы ему как бы орать на стримах и бабки зарабатывать. Не, ну тогда, слушай, если чел имеет такие связи и может такое попросить, я думаю, он бы и не попал бы, конечно, в такую ситуацию никогда в жизни. Вот если бы все вот эти хейтеры, как говорит автор этого видео, там десятки каналов, десятки, у кого-то по 100, по 500, у него бы онлайн был там по 3000, все бы по-другому. Чуть фастфуд в неимоверных масштабах. Ну он просто убивает себя, он сел на антидепрессанты и жрать начал, охуенно. Ему в Грецию осталось переехать. Просто он же потом слезет с антидепрессантов и все вернется. Ой, бля, когда он слезет с них, там такой вообще пиздец по башке у него пойдет. Это же не лекарство. Винк смог съесть три или четыре порции в течение четырехчасового стрима, и это также породило кучу мемов. Смотрите, реально... А это много типа? Маленький стаканчик же. Ну чили? Я думаю, оно очень густое. Блядя вкусно. Вкусная штука. Но его размеры увеличились до такой степени, что даже он сам стал беспокоиться о своем здоровье. Винкс решил, что ему нужно похудеть, но не через тренировки, а с помощью операции. В процессе подобной операции у человека удаляется определенная часть желудка, что влечет за собой уменьшение аппетита. Джорди считал, что это его единственный выход, но вместо... Ну, да. Он бы похудел очень-очень и очень сильно. Но, видимо, он этого не сделал. Знать одну из своих машин, он решил попросить донаты на стримах. 30 тысяч долларов, которые он собирал в течение нескольких месяцев. И зрители впервые за долгое время начали думать... Чего, блядь? Какие 30 тысяч долларов? Ну, это Америка. Медицинские услуги там гораздо дороже, чем у нас. Это, блядь, 3 миллиона рублей, что ли? Ну, давай по старому курсу полтора. Ебать. Ушло общее отношение к нему. Возвращались даже старые зрители, чтобы вкинуть денег в общее дело. Однако, Кайл был прав. Винкс – это Винкс. Он собрал необходимые деньги, но не торопился с... А вот он дурак. Он бы похудел, у него бы абсолютно жизнь изменилась. Ну-а. У него бы и психика покрепче стала. И люди бы полюбили бы его. Да, он мог вообще свою жизнь перевернуть с ног на голову. Ну, Владосу вся эта история с дорожкой, на которую он собирал тоже несколько месяцев, просто, ну, она, по сути, последнюю гвоздь в крышку гроба дала. Да, но по дорожке ходить надо, а ему бы просто желудок ризанули. Ну, это да. Сейчас чем-то фунтов. И уже какое-то время. И фанаты такие, типа, чувак, ты получил бабки, в чем задержка? Где дорожка, Владос? Ты будто бы прикарманил наше бабло. И его самое свежее оправдание, Вуди, это его режим сна испортился. Таким образом, он спит в те часы, когда его мать не на работе. В этом есть смысл, да? Ну, вообще, я немного потерялся. Да, у всех было то же самое, пока он не продолжил и не объяснил, что ему нужно пойти в дом своей матери, когда она не на работе, ведь ему нужна ее помощь с тем, чтобы назначить операцию. Ему 32 года. Он не очень хороший лжец. Он не понимает, как работает паспорта, это уже очевидно. Доктора не ставят штампы в паспорт, это тоже правда. Они даже не проверили... Мне нравится как-то типа, у тебя будто самый дегенератский кубик Рубика. И ты такой, тут же 8 разных цифров. Винкса очень долго уговаривали все же назначить операцию, но на стримах он ныл, что боится осложнений и прочего, однако деньги, конечно же, не вернет. И вот спустя достаточно долгое время Винкс все же это сделал. Он действительно взял деньги и сделал операцию. В Мексике. Дело в том, что изначально деньги собирались на операцию в Америке, где хоть и дороже, но безопаснее и врачи более профессиональные. Но операция в Мексике стоила где-то треть от американской цены, поэтому Джорди решил сэкономить. Особенно всем фанатам понравилось, как сразу же после операции Винкс купил себе новенький Мустанг и еще кучу бесполезной техники. Винкс после операции действительно выглядел худее и было видно, что все сделано не зря. Он хвалился, что наконец-то жизнь пойдет в позитивном направлении и он будет ответственно... Так, ну вот мое предположение о том, что он мог жить свою лучше из-за того, что сбросит вес, сейчас мы узнаем оправдывая правду или нет. Но уже спустя какое-то время появился мем про то, что Винкс победил свою операцию. Даже с удаленной частью желудка и пониженным аппетитом он умудрился набрать свой вес обратно и спустя год он сидел и раздумывал над второй... год! Он год только худеть должен был очень активно, потом еще пару лет медленно. Блин, братан, ну эта тема как с антидепрессантами, что, типа, ты делаешь резекцию, да, ты худеешь, да, у тебя меньше аппетита, но смысл в том, что ты как бы должен за это время перестроить свой рацион питания. То есть, типа, ты должен начать питаться нормально. Потому что, ну, это к этой резекции приходит, когда все, уже ты никак не можешь похудеть. Ну, физиологически такое может быть. То ли гормон у тебя что-то, то ли это. Типа антидепрессанты, они не лечат депрессию. Антидепрессанты, они подавляют эти эмоции. И тебе вот пока ты их принимаешь, нужно решить свои жизненные проблемы какие-то. Чтоб когда ты с них слез, ты как бы такой, ну вот, вроде что-то я решил и как-то вот получается. Поэтому, блядь, чувак, там делают и две, и три операции, и четыре. Это ужасно, это ужасно. Эти события окончательно добили любую веру в то, что Винкс может изменить свою жизнь к лучшему. И ведь за этой ситуацией следили буквально все, кто был как-то связан. Ему, ну таким людям надо не урезать желудок, им нужно прям железные кольца ставить. Чтоб желудок не мог растянуться. Вот прям контейнер, из которого желудок не может выбраться. Ну мне кажется, это не совсем та тема. Это ужасно. Сам троллинг вышел на совершенно другой уровень. Где-то в этот момент Винкс очень увлекся игрой в Rainbow Six Siege. И как вы знаете, это командная игра, где взаимодействие между тиммейтами это ключ к победе. Но у Винкса осталось очень мало людей, которым он может доверять. Поэтому частенько в команде присутствовали случайные игроки из матчмейкинга. Если троллям не удавалось попасть в его лобби, они просто брали никнейм одного из тиммейтов и писали ему личные сообщения через PlayStation Network. Любой человек, попавший в матч с Винксом Redemption, был в считанные секунды завален десятками сообщений, где добрые самаритяне предлагали ему внушительную сумму за то, чтобы тимкильнуть Винкса. Таким образом, Винкс мог около часа сидеть в лобби, пока не соберет полный стак, чтобы полностью убрать возможность подобного вмешательства. Также Винкс всегда старался играть с лучшими из лучших, чтобы поддерживать свой максимальный ранг Даймонд. Любому было очевидно, что он не соответствует этому рангу, и тиммейты просто керрят его. Отсюда возник мем «Керрит Даймонд», который вылился в самый успешный музыкальный альбом от Liquid Richard. Но постепенно Винкс становился настолько токсичным, что никто не хотел с ним играть. Стример, у которого было 400 зрителей, не мог собрать себе лобби из пяти человек. Поэтому ему пришлось бросить Rainbow Six Siege и вернуться к Call of Duty, в которой, как вы помните, ему тоже были не очень рады. И Винкс придумал идеальную схему. Он клянчил 10 долларов за каждый час стрима Call of Duty, но даже если не получал эту сумму, то продолжал играть, надеясь, что хоть кто-то закинет ему денег. Окей, гайс, я не хочу это делать, но чтобы стрим продолжался, нужно 10 долларов в час. Да, 10 долларов в час, чтобы это дерьмо продолжалось. А потом я уйду. И это примерно описывает весь более-менее... Блин, надо попробовать подобную методику. Окей, парни, гайс, вы, если вы хотите, чтобы этот щит продолжался, нужно 10, ну не долларов, конечно, 10 тысяч рублей. Нихуя себе. И современный, в кавычках, контент Винкс оф Редемшн. Он заводит стримы в абсолютно рандомное время и терпит весь троллинг исключительно ради денег. Но даже на деньги, которые ему донатят через Paypal, эти самые тролли потом просто оформляют возврат. Винксу не нравятся игры, не нравится вся эта ситуация, но ему нужно на что-то жить. Чили из Вендис само себя не купит. Многие стримы просто скатываются в банальное нытье о его жизненной ситуации и вечное попрошайничество. Скилл в играх к этому моменту уже равен нулю, и смотреть его контент физически больно. Мне реально не хочется в это играть. Я играю в это исключительно ради денег, и... И каждый час стоит 25 долларов, если я их не соберу. Я просто вырублю стрим. Серьезно? О-о-о, боже. О-о-о-о! О-о-о-о! Какой там был Донейшн Голл? 2000 долларов. Не оплатите его вы. Раним лимитс. 25 долларов за еще один час. Все, ребят, спасибо за стрим. Просто великолепный контент. Вам так не кажется? Да, его по-человечески на самом деле можно понять. Угу. Потому что, типа, ну, тебя гнобят сколько? Много лет получается. То есть, я думаю, что он даже и пытался когда быть искренним. Все это высмеивалось максимально, распространялось. И в один момент он вообще полностью потерял какую-либо веру в людей. Плюс он еще, ну, не приспособлен к жизни. Тоже сказывается, потому что он не знает, что делать, кроме этого, чтобы как-то заработать. Он с мамой живет, с бабушкой. А-а-а. Бля, с другой стороны, нахуй он тогда покупал, блядь, эти ебаные, нахуй, машины? И они у него все еще есть. В которые он не влезает даже. Тупость, блядь, какая-то. В причине того, что Винкс банит людей в чате за самую минимальную критику. За эти годы он забанил огромную часть своей аудитории. И в результате просмотры падали, чат был мертв. И все больше старых фанатов переходили в лагерь троллей. Финансовое положение также ухудшилось, потому что мама Винкса сказала, что перепишет на него дом, как только он сможет выплатить кредит. Кредит был выплачен, но мать потребовала выплатить кредит еще на один дом. И Винкс продолжил ныть и клянчить деньги в интернете. Постепенно интернет-проблемы Винкса начали выливаться в реальную жизнь. Он зашел в какой-то магазин за обычными покупками, и один из работников взял запись камеры, сделал монтаж новостного выпуска, выставив все так, что это была попытка ограбления. И многие даже в это поверили. Винкс не может устроиться ни на одну работу, поскольку как только об этом станет известно, тролли сразу же начнут названивать его начальству. Ему не дают даже нормально поработать доставки еды. Личная жизнь Винкса тоже не заладилась. Он постоянно искал себе пассию в интернете и сошелся с девушкой, у которой уже было двое детей. Бля, и он сидел, наверное, и говорил, если хочешь меня мылся, а то ты будешь мыть меня сама. А то ты сама будешь меня подмывать, да? Бля, грустная история на самом деле. Вообще история золота. Подрезан момент, где там вот эти его чемпионаты с каким-то типом по зомби и все остальное вообще смак. Для старшей дочери, но вытянув из него достаточно денег, девушка просто ушла. Затем он женился на Келли, сказав, что это исключительно ради налогов. Важно понимать, что у Келли рак, но Винксу было абсолютно плевать. Он называет ее некрасивой, всячески выплескивает на нее свою злость, и самым показательным моментом стал тот самый стрим. Келли пришли неутешительные результаты анализов, и она хотела поговорить с Джорди. Но Джорди отмахнулся от нее, сказав, что у него стрим. Все это выливается в то, что Винкс стримит Дарк Соулс, пока его жена плачет в другой комнате. Ты не можешь сделать перерыв на пять минут? Нет, потому что это разговор не на пять минут. Но тебе нужно остановиться и поговорить со мной. О, боже. Ты можешь просто перестать? Давай просто поговорим. Пожалуйста, остановись. Ты просто меня затыкаешь. Пиздец. Убью рашку. Я смотрю на этот хуйня. Мне положено по-тих вьетнамских. Дай пофиг. Да пофиг. Ладно, гэс, мне нужно закончить стрим. Скоро увидимся. Вуди был прав. Какая у него ужасная жизнь. Бля, у него кулер с водой в комнате стоит, зацени. Круто, чтобы не ходить лишний раз. Надо прямо около компа поставить. Он неправильно сделал. Да, да, да. Крутая штука. Нужно помочь. Но он как Джерри из Рика и Морти. Стоит тебе его пожалеть и попытаться исправить его жизнь, он сядет тебе на шею и будет только пользоваться, не давая ничего взамен. И вот мы пришли к современному состоянию Винксов Редемшн. Самого депрессивного канала в истории Ютуб. Винкса лишили партнерки на Твиче. Мне кажется, все-таки с Владосом не сравнится он по депрессивности. Нет, не сравнится. У Владоса все хуже намного. Владоса преследовали в другой стране. Ну да. Его избили в другой стране. Да, бля, у Челла была реально жизнь, ну не интернет-минститут, но прикинь, там квартира в Москве, дачка, бэха какая-то была. Ну то есть какая-никакая популярность. Даже его любили в интернете. Ну то есть у него прям такая, была реально жизнь успешного кабанчика, который там что-то крустился, что-то по наследству досталось. Ну ты москвич, все заебись в целом, ну. Ну вот это то, что мы смотрим сегодня, это, конечно, ну схоже, схоже, схоже. На Ютуб, где зрителей было еще меньше, из-за веселых таблеточек, стримы и реакции... Ну Челла не мазала лицо губнушкой, не говорил, что он мадам сиси, про свои затычки в жопу не рассказывал, что еще там было. Голову и лицо не брило, с бровями. Ну да. Савельев все-таки дальше ушел. Винкса стали настолько скучными, что даже тролли решили уйти от него и перестали делать нарезки. А учитывая, что нарезки были единственным, что напоминало о существовании Винксов Редемшн, и привлекало людей на его стримы, иссяк новый поток зрителей, которые приходили посмотреть на знаменитость с такой историей. Винкс еле-еле выплатил кредит и теперь полностью владеет своим домом, где продолжает жить женой. Времена сложные, но с ее работой и его попрошайничеством на стримах они кое-как справляются. Также Джорди продал все свои мустанги, потому что в условиях дикой инфляции в США и цена топлива он просто не мог их содержать. Ликвид Ричард теперь делает музыку про других ютуберов, а нарезки от тех, кто попытался заполнить нишу троллинга, собирают не более пары тысяч просмотров. Эта десятилетняя эпоха подошла к концу, старые каналы умерли, а их владельцы уже давно перешли к новым начинаниям. Имя Винксов Редемшн теперь помнят лишь Алды, которые периодически чекают, что с ним, вспоминая раз в полгода. Какая интересная история, мне прям приятно было послушать. Джорди были забанены. Вину на себя взяла группа троллей, которые поставили целью полностью вырезать его любой интернет-присутствие. Бля, ну нет, слушай, реально, это прям история Влада Савельева, американского. Тоже преследование, да. Тоже был забанен за обход блокировок. Это привело к самому депрессивному стриму Винксов Редемшн на сервисе Facebook Gaming. Не набрав даже 90 зрителей, Винкс просто сидел и ныл о том, что его интернет-карьера подошла к концу. Каналы в итоге разбанили, но тролли ударили по самому сокровенному. Они добились блокировки Винкса на платформах Streamlabs и StreamElements, через которые он получал донаты. Винкс попытался... Ах, ёбаные Call of Duty, это всё игра виновата. Да. ...письними в диалог, но поддался эмоциям и весь разговор в Дискорде скатился в обмен оскорблениями. Винкс попытался связаться с Кайлом и Вуди, чтобы они взяли... Тихуя, видно, что... Ну, Вуди жил жизнь. Он настоящий, он вообще поменялся. Обратно в PKA, но... Ну да, да, семью содержал, это подкаст какой-то. У них, кстати, популярный подкаст, это довольно. PKA-608. Даже не взял трубку. И, будем честны, для них взять Винкса обратно значило бы угрозу для спонсоров подкаста. Так и закончилась история канала Полумиллионника. В безызвестности, без друзей и без денег. Это самый поучительный пример того, как не стоит вести себя в интернете. Особенно, если ты создатель контента и хочешь иметь в этом... Ну, я не согласен, что это поучительная прямо история. Это просто больной человек. Ну, типа он больной. И поэтому с ним всё такое и произошло. Был бы на его месте здоровый человек, такого бы не произошло. Да, там у любого бы человека, как бы более-менее вменяемого, произошла бы рефлексия на тему того, что произошло. Я даже так скажу, вот в любой из временных отрезков этой истории поставь нормального человека, он бы смог вырулить. Из любого момента в данной ситуации. Ну, типа да, если ты играешь в Call of Duty, и потом ты с блогером, с которым играл в Call of Duty, думал, что ты завершил... Да даже если бы ты не думал, что завершил стрим, просто в целом ты бы ему начал... А ты живёшь по такому-то адресу, да? А, у тебя девушку зовут так вот и так вот. Ну, то есть это уже какая-то ненормальная срань. И учитывая, что он на каждом своём жизненном пути совершал подобного рода поступки, говорит о том, что он бы... Он изначально в этой истории... Это изначально трагичная история. Мы знаем, что в конце Гамлет всех перехуярит. Или как там было. Вот он, конец карьеры. И я бы хотел сказать что-то воодушевляющее, что-то позитивное под конец. Но осталась только пустота. 36-летний мужчина со сломанной жизнью. И после всех вторых шансов, которые ему давали, Винкса совершенно не жаль. Мне больше нечего сказать. Мы вроде всегда говорили, что не будем. Потому что он всегда говорил, что нужно будет заплатить ему 10 кусков. И в общем, это ещё один пример. Когда у Винкса всё хорошо... Бля, он даже в такой ситуации просит бабок. Хочет с нами вообще связываться, любых денег ему мало. А теперь, когда он в самом низу... Эй, чё там шоу? Я хочу прийти на шоу, я согласен. И это то, что мы всегда делаем. И это то, что делают хорошие люди. Когда кто-то вежливо просит, в отчаянии мы помогаем им. И чтобы я не чувствовал себя плохим человеком, наверное, мой голос... Будет за то, чтобы он пришёл на шоу и поговорил с нами. Хотя я не представляю, чего он, блядь, хочет поговорить. Не то, чтобы мы могли ему помочь. Охуенно. Да, мне тоже очень понравилось. Короче, я надеюсь, Дэдпи 47 не будет в залупе, если мы посмотрим в дальнейшем все ролики. Но их не очень много, про зарубежных... Там просто очень много взаимосвязей есть. То есть, я бы хотел посмотреть следующий ролик про Айдапса, который когда-то был очень популярным ютубером в недавнем времени. То есть, если Wings of Redemption — это прям зарождение видеоблогинга такого, то Айдапс — это пик его карьеры, пришёлся на 2017, 2018, 2019 год. То есть, вы, скорее всего, его точно видели, вы знаете, о ком идёт речь, даже если не знаете его имя. И я думаю, что мы с кайфом это глянем. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Юлика, подписывайтесь на канал Дэдпи 47, подписывайтесь на Wings of Redemption. Старые комрады, закиньте пару долларов, стричку, блядь, чтобы он купил себе заебатый чили из Венди. Всем спасибо. Или Мустанг. Да, всем спасибо, ребята, всем пока.